Технострой Олимп. Доступное жилье каждому. На ближайшие пару месяцев у нас появилась своя традиция. Каждую пятницу выходит рубрика, посвященная столетию газеты «Серб и Молот». В центре внимания современная редакция издания и сегодня некоторые факты из своей биографии и биографии «Серпушки» озвучит один из авторитетнейших журналистов округа Сергей Северков. Алло, алло. Это, конечно, не работающий телефон, но, тем не менее, это одна из достопримечательностей нашего редакционного музея. Телефон – это была такая же дорога журналиста, как записная книжка и авторучка с пером, потому что в те времена было очень сложно добраться до отдаленных точек нашего района, поэтому журналисты брали интервью по телефону. Знать все и обо всем – это качество когда-то и привело Сергея Северкова в журналистику. Впервые он опубликовался в районке еще мальчишкой, написал юмористический рассказ о школе, свой первый гонорар потратил на конфеты, купил полкило домино и угостил одноклассников. Всего было начислено рубль, 6 копеек из меня вышли за почтовый перевод. Но тем не менее, это была такая радость, эта газета у меня хоронится, и мне очень приятно, что там такая была выноска. Дорогая редакция, меня зовут Сережа, мне 14 лет, я пытаюсь писать юмористические рассказы. Когда-то его учили о замжурналистике, сейчас он дает уроки мастерства. Сергей Северков ведет школу юного журналиста «Медиастарт», знакомит школьников с газетными жанрами, обсуждает новости и готовит статьи. Он очень хороший человек и очень опытный по нему. Это сразу видно, когда я пришла, в первый раз с ним познакомилась. Он мне помогает, говорит, где правильно, какие лучше слова подобрать, корректирует статьи. Он очень интересно рассказывает какие-то факты о клине, рассказывает, которых я, например, еще не знала. А яркий факт из биографии самого Сергея Северкова – многолетняя работа в многотиражке «Клинволокно». В «Заводской правде» начинал фотокором, затем 8 лет – редактором газеты. Писал статьи о трудовых буднях и успехах коллектива «Клинских химиков». Потом и сам с головой окунулся в производство. Занял кресло начальника капронового цеха. Освоил и другие профессии, но журналистика не отпускала. Его статьи регулярно печатались на страницах «Комсомолки», «Газет труд», «Правда» и, конечно, районной серпушки. У него яркие образы. Он как мазками, как художник рисует портреты людей. Это немногим дано. И вот в каждой строчке у Сергея – его душа. Вот поэтому его материалы интересные, они такие душевные, они теплые. И вот, безусловно, за это его любят читатели и всегда ждут его публикаций. После многолетнего перерыва Сергей Северков снова вернулся в газетную журналистику. В «Серпушке» ведет сразу несколько рубрик – прогулки с известными людьми и обратная связь с читателем. А с 2008-го выпускает собственную газету «Соборная площадь». И как ее редактор отмечен премией имени Мельникова – авторитетной для подмосковных журналистов наградой. Капроновое и шелковое производство Кринского комбината искусственного и синтетического волокна посетил первый секретарь СК КПСС Никита Сергеевич Хрущев. Он прошел по производству, беседовал с рабочими и провел совещание с инженерно-техническим составом предприятия. Об этом писала газета «Серп и Молод» 12 мая 1962 года. Евгения Цветкова, Максим Максимов, Андрей Королев, Дмитрий Кириллов. Новости дня.